Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал «Алхимия души» и я его ведущая Анжела Колсынова. Сегодня у нас в гостях аналитический психолог Антон Любимов. Антон, здравствуйте! Здравствуйте! Я предлагаю сегодня почитать миф о нарциссе и немножко проанализировать образы в нём. И позже я ещё подготовила статью из аналитического журнала о том, как существуют две модели, основные модели в настоящее время, от Кюринберга и Кохута о том, как лечить проблемы нарциссического расстройства. Но сначала миф о нарциссе. Нарцисс в древней греческой мифологии прекрасный юноша, сын речного бога Кефиса и нимфы Лериобы. По наиболее распространённой версии мифа родители нарцисса попросили прорицателя Тересея о будущем ребёнка и получили ответ, что нарцисс проживёт до старости, если никогда не увидит своего лица. Нарцисс вырос юношей необычайной красоты, и его любви добивались многие женщины, но он был безразличен ко всем. Однажды, когда нарцисс заблудился в густом лесу во время охоты, увидела его нимфа Эха. Нимфа не могла сама заговорить с нарциссом, а отвечать на вопросы могла лишь повторяя их последние слова. С восторгом смотрела Эха на стройного красавицу-юноши, скрытый от него лесной чащей. Нарцисс огляделся кругом, не зная, куда ему идти, и громко крикнул. «Эй, кто здесь?» «Здесь!» — раздался громкий ответ Эха. «Иди сюда!» — крикнул нарцисс. «Сюда!» — ответила Эха. С изумлением смотрит прекрасный нарцисс по сторонам. Никого нет. Удивлённый этим, он громко воскликнул. «Сюда! Скорей ко мне!» И радостно откликнулась Эха. «Ко мне!» Протягивая руки, спешит к нарциссу-нимфа из леса, но гневно оттолкнул её прекрасный юноша. Ушёл он поспешно от нимфы и скрылся в лесу. Спряталась в лесной непроходимо чаще и отвергнутая нимфа. Страдает от любви к нарциссу, никому не показывается. А нарцисс остался по-прежнему гордым и самовлюблённым, отвергая любовь многих нимф. Однажды одна из отвергнутых им нимф воскликнула. «Полюби же и ты, нарцисс, и пусть не отвечает тебе взаимностью человек, которого ты полюбишь». Дальше предлагаю коротко обсудить, потому что миф длинный о том, что нарцисс однажды гуляет по лесу, видит своё отражение в речной глади, влюбляется в себя, он перестаёт есть, он не уходит от водной глади, любуется собой и, в конце концов, таким образом умирает. Хуже нимфы хотят его похоронить, они приходят на то место, где он скончался, но на его месте только цветок. Цветок назвали нарцисс, и с тех пор он символ смерти. Вот такая красивая легенда. Антон, у меня сразу же первое, что мне приходит на ум, это родители, которые подумали о том, что ребёнок необычайно красоты, и это, наверное, проблема, и они пошли к прорицателю узнать, как же им с этой проблемой справиться. То есть родители сами сказали, что, ой, он очень красив, и это почему-то не радость, а это проблема. И в нарциссизме мы знаем, что очень часто родители на самом деле играют большую роль, когда они воспитывают вот эту особенную исключительность в своём ребёнке. Создают иллюзию, да. То есть даже если ребёнок очень красив, это не значит, что в нём только красота важна. Красивый пример с эхо, что он встречает эхо, то есть, во-первых, он её не видит, а нарциссы, правда, часто не видят другого человека, а он только слышит то, что она повторяет за ним, да, что делает обычно эхо. Он как будто бы слышит только себя, он не видит другого человека, он не слышит другого человека, он слышит только себя. И это красивое описание того, как мы можем отличить нарцисса, что он, в принципе, мало интересуется другим человеком, он только интересуется своей выгодой от взаимодействия с другим человеком, либо своими ощущениями от взаимодействия с другим человеком. Ну да, это такие односторонние отношения. Нету взаимности, да, только я во главе, так сказать, стола, а все остальные – это те, кто мне доставляет удовольствие, прислуживает, принеси-подай и так далее. Еще я подготовила небольшой отрывок из статьи «Журнал практической психологии и психоанализа». Статья называется «Подходы к лечению нарциссических расстройств. Охот и Кёрнберг». Это 2015 год, автор Голдсмит. И коротко о том, как психоаналитическая наука относится к нарциссическим расстройствам. В статье описываются две основные модели в лечении пациентов с нарциссическим расстройством личности. Подходы Кохота и Кёрнберга. Термин «нарциссизм» весьма проблематичен в психоаналитической литературе. Это вызывает разногласия и дискуссии среди многих практикующих аналитиков, поскольку он отсылает то к диагностике, то к черте характера, то к специфической динамике или линии психологического развития. Термин «нарциссическая патология» используется для описания аспектов неврозов, психозов, пограничных состояний и расстройств личности. Как правило, когда мы говорим о лечении нарциссических расстройств личности, мы имеем в виду тех пациентов, чей характер отличается повышенным самомнением, грандиозностью и в то же время тонкой чувствительностью к пренебрежению и прочим нарциссическим ранениям. Они чувствуют себя привилегированными и часто страдают от чувства стыда и зависти. У них эксклюзионистская потребность в обнимании и восхищении, и в то же время недостаток эмпатии к другим, кого не используют для собственных нужд. Им трудно поддерживать реалистичное здоровое самоуважение, они часто жалуются на ощущение пустоты и страдают от хронических затруднений в социальных отношениях. Кофот провел различия между наблюдаемой эмпатологией и классическим описанием, создав концепцию трагического человека, страдающего от неудач и развития и недостатков при создании связной, интегрированной самости. Кофот пишет, что лечение происходит путем установления эмпатической согласованности между самостью и объектом самости на зрелых, взрослых уровнях. Обращаясь к работе Ота Кёрнберга, мы обнаруживаем совершенно иной подход к пациентам с нарциссическими проблемами. Кёрнберг занимался прояснением пограничных личностных расстройств с особым вниманием к тому, что он называет патологическим нарциссизмом. Если коротко, то Кёрнберг, он говорил о том, что это практически патология, лечить ее очень сложно, и необходимо практически постоянно провоцировать клиента на конфликты и таким образом выводить его из вот такого нарциссического состояния, обрубать его нарциссические отростки. При том, что Кёхал говорил о том, что есть другой вид нарциссов, люди, которые в детстве недополучили любви, и поэтому, чаще всего любви, и поэтому их защиты стали настолько сильны, что их нужно лечить эмпатией, что им нужно дать эту любовь, дать это понимание, принять. То есть это два совершенно разных подхода. В одном – дать любовь, а в другом – обрубать все нарциссические проявления на корню, как дикое растение. Если говорить о себе, например, у меня, вернее, было отсутствие вот этого вот эмпатийного со стороны матери, так как отец у меня умер, когда мне было 8 лет, и мой нарцисс, он, слава богу, не перешел к грань патологии. И я, когда снимался в кино, я четко отследил вот эту вот звездную болезнь. Поэтому вот бессознательное меня привело в эту профессию собственными ножками прошел, как говорится. Поэтому нарцисс в моем, например, варианте требовал вот этой как раз эмпатии, требовал понимания. И нарциссическим расстройством в основе своей, конечно, страдают в первую очередь люди, которых воспитали в таких тепличных условиях. Это раз. Во-вторых, те, кто, как вы правильно озвучили, не получил свою порцию энергетического заряда от родителей, в частности, от матери. Ну вот здесь тоже очень интересно. Получается, о нарциссах мы привыкли думать о них, что это те люди, такие вот как Питер Пен. Его видение в Энди было, что она живет вместе с ними, она такая мама, которая им читает, помните, там пришивает пуговки, зашивает дырочки. В общем, готовит и обо всех заботится. И мы привыкли нарциссов видеть именно такими, что вот он такой альфа, который навязывает тебе модель поведения. И ты как бы соглашаешься, остаешься, либо не соглашаешься, как Венди, и уходишь. То, что мы говорим с вами сейчас, и вот ваша личная история, мы говорим о том, что это не какая-то исключительность, которая дает тебе супер такую альфа силу. Это вот больше вот это, то, что его долюбили, додали внимание, дали какое-то обожание, принятие, вот все, что ему не хватило в детстве, чтобы ему это додали. Ну, знаете, вот ярким примером могут являться артисты эстрады. Вот они, нарциссы, во многих случаях патологичны. То есть им нужно вот это вот признание, обожание, чтобы у них была своя аудитория, чтобы их боготворили. Они хотят стать кумирами. При всем при этом, если так понаблюдать, то разница между этим самым артистом на сцене и артистом за кулисами, это огромная разница. То есть когда ты купаешься в лучах славы, ты такой нарцисс, как сказать, удовлетворенный. Ну, это проходит, да, вот два часа концерт, например, все, ты вышел за кулисы, и там люди, которые тобой не восхищаются, они просто рядом. Нарциссом можно быть прекрасно и не выходя на сцену. Нарциссом можно быть просто в семье, потому что родители вот воспитали мальчика, что он самый лучший, самый прекрасный. Он перестает быть, ну, какие-то качества мужчины исполнять, по одной простой причине, что мама ему попу подтирала, в рот все складывала, чуть ли не пережевывала. И вот он, с тех пор он понимает, что женщина обязана делать именно так. Или девочка, которая, да, вот это вот, знаете, мужик обязан. Опять же, все исходит из того, что папа должен быть пряником. Понятное дело для девочки. Но это не значит, что надо возводить вот эту вот грандиозность самой дочери. Вы знаете еще, что вспомнилось? И еще же есть нарциссы, которых, ну, вот очень тяжело заподозрить в том, что они нарциссы. Это как раз таки, по-моему, это чаще свойственно женщинам. Они настолько мягкие, настолько сладкие, настолько уступчивые, услужливые, настолько они боготворят своего, там, того человека, которого они хотят свои сети заманить. Это такой очень мягкий нарциссизм, когда они, наоборот, возвышают, проецируют все возможные иллюзии. Такая вот русалочка, что я там готова отказаться от своего хвоста, от своего голоса, все ради тебя. Они вот проецируют очень сильно на объект своего внимания. Но это такая вот очень мягкая диктатура, мягкая тирания, что в конечном итоге человек попадается в эти сети, и потом он должен, вот он должен все. Что и вот она и жизнь на него положила, и лучшие годы, и все, и просто потому, что он мужчина, и все-все-все, вот он постоянно почему-то должен, и весь мир должен вокруг нее теперь там обустраивать и создавать. Это очень такая мягкая тирания, это другой вид нарциссизма. Здесь человек не преподносит себя, как, знаете, я такая классная, и поэтому наоборот, человек очень мягко заманивает, заманивает, и потом он показывает себя очень слабым, очень нуждающимся, обустраивает какие-то созависимые отношения. Но в конечном итоге результат тот же самый, весь мир должен крутиться вокруг них, их беспокоит только их эмоциональное состояние, а другой человек должен его обслуживать. И это тоже нарциссизм. Нарцисс, понимая, что эхо рядом нету, и он его готовит, этого самого эхо. Да, действительно, вы такие очень важные вещи сейчас обозначили. Он делает перенос на другого, наделяя его своими качествами, своими желаниями. Тот получает эту самую иллюзию, а потом этот самый нарцисс разбивает эту самую иллюзию, да, а созависимость уже существует эмоциональная, психологическая. И даже если этот иллюзорный нарцисс понимает, что он в этих самых сетях, то эмоционально и психологически он привязан, и он будет метаться туда-сюда, туда-сюда. Отбегает, не хватает, прибегает, тяжело и до бесконечно. Поэтому, конечно, вот таких жертв нарциссических субъектов очень тяжело порой, да, они существуют, они есть в практике, их тяжело вытаскивать из этого иллюзорного состояния. Но в этом плане стратегия нарцисса работает идеально. здесь, получается, здесь уже невозможно той самой эмпатии лечить, то есть, чем больше даешь, тем больше нарцисс будет потреблять, и лечить эмпатии здесь не получится. Правильно я понимаю? Ну, мы о жертве нарцисса, да, а там все варианты годятся, потому как ситуации складываются разные, да, сегодня клиент пришел в эйфорию, что его приняли, завтра он пришел в уничтоженном совершенно состоянии, что его отвергли. Вот эти вот эмоциональные качели, да, или, как говорится, абьюз, ну, вот, там все варианты годятся, а вот сам нарцисс, он не придет в анализ, не придет, ему хорошо, у него есть тот, кем он может манипулировать, ему этого достаточно, так что с нарциссами достаточно сложно, и с жертвами нарциссов тоже сложно, но жертва нарцисса желает выбраться, а сам нарцисс не желает меняться абсолютно, у него нет такой цели. И в заключение немножко хотелось бы еще затронуть тему здорового нарциссизма, вы об этом говорили в самом начале, и здесь вы назвали многих работников эстрады, да, мне еще приходит на ум врач-хирург, кардиолог, кто будет совершать какую-то операцию на сердце, и вот в такой момент мне бы хотелось, например, чтобы если поставить какая-то очень серьезная важная операция, чтобы это будет человек очень уверенный в том, что он делает, и чтобы человек говорил, знаешь, там все тяжело, никто не может, а я могу, я могу, и я сделаю, потому что я лучший всех, я самый профессиональный в этой сфере, и я тебя вылечу. Вот пока вы сейчас вещали, мне вспомнилась такая женщина, я не помню, как ее зовут, короче, она хирург-косметолог, когда она там в каком-то чулане, только потому, что она себе придумала, что она офигенный специалист в этом деле, калечила людей, да, она всем говорит, я могу, ты вообще не парься, ты деньги давай, я тебе сделаю, а потом все страдают. Мудрый человек, и здоровый нарцисс, он всегда будет сомневаться, если человек говорит без проблем, я засомневаюсь сам в первую очередь. Ну, да, получается, нарциссу ему очень важно чувствовать свою исключительность, не доказывать ее делами, поступками, а вот просто в момент ее исключить. Да, да, а вот когда человек, который сделал нечто, что другим не удавалось, и его за это поощряют, то вот здесь вот нарциссу можно разгуляться без правы. Потому что гордиться каждый из нас обязан своими достижениями, иначе мы будем с вами просто какими-то рабочими муравьями, да, на фабрике чужих желаний. Мы каждый чего-то достигаем, и мы обязаны этим гордиться, подпитывая свое здоровое эго и здорового нарцисса. В заключение мы говорим о том, что нарцисс он не придет в психоанализ, он не захочет развивать никакие своих иллюзий. Обычно приходят партнеры нарциссов, правильно, или дети нарциссов, и они приходят со своими ранами, с той самой недолюбленностью, с чувством использованности. Вот если, ну, не будем сейчас говорить о выросших детях, если говорить про партнеров, вот самое первое, что можно пожелать, подсказать, сказать тем, кто в данный момент понимает, что он в отношениях с нарциссом? Всегда важно в человеке желание что-то изменить. Если человек просто сетует о том, что жизнь его такая несчастная, никчемная, что он под палкой, под каблуком и так далее, это так, колебание воздуха, если человек решился прийти потому, что он хочет изменить свою жизнь, это с этим можно работать. Нарциссы тоже, между прочим, приходят, потому что многие нарциссы понимают, что от их действий кто-то страдает, потому что если эхо страдает, нарциссу другое эхо порой найти очень сложно, но они просто сбегают именно потому, что приходится им меняться в первую очередь, как есть такая прекрасная фраза, хочешь изменить мир, начни с себя, так вот, это не про нарциссы, они хотят изменить мир, но с себя начинать нет, они иногда они пытаются, это действительно, ну, я не знаю, просто нарциссы, которые, у которых есть зерно вот эта вот забота о другом, но оно увядает от засухи нарциссы. Но нарциссов часто жизнь преподносит тяжелые уроки, вот после этих уроков они приходят в анализ, да? Да, конечно, но они приходят не для того, чтобы изменить себя, дабы изменить ситуацию, они приходят для того, чтобы их пожалели. Про партнеров нарциссов, когда вы говорили, мне вспомнилось о тот отрывок, что мы читали из психоаналитического журнала, о том, что Кофал очень много говорил о интеграции самости, что в какой-то момент лживое я начинает развиваться, и что очень важно интегрироваться именно со своей истинной самостью. И, наверное, про партнеров нарциссов можно сказать то же самое, что выйти из состояния жертвы, вот такое ложное я-жертва нарцисса, а интегрироваться со своей самостью для того, чтобы суметь уже выстраивать отношения на каких-то других условиях. Ну, вы знаете, никто не отменял садомазохистические отношения, поэтому мазохист, он тоже запросто может быть недоволен тем, теми отношениями, в которых они находятся, но при этом все время туда провоцировать своего партнера, я твоя жертва, я готов, ну, в данном случае тогда психоанализ идет на поддержание его психологической устойчивости, чтобы у него не возникло каких-то суицидальных мыслей. Антон, мне хочется услышать в конце что-нибудь более позитивное. а то нарцисс как символ смерти, как цветок символ смерти сейчас прозвучало очень явно. Заметьте, не я это сказал, это гласит легенда, просто мы это наблюдаем подтверждение, да, в любом случае я говорю о том, что в каждом из нас живет нарцисс. Нарцисс это здоровый нарцисс, это наше здоровое эго, которое нам позволяет двигаться вперед, развиваться и не утопать в болоте айбыденности. Мы начинаем естественно с себя для того, чтобы сравнить, тут можно прийти к этому сравнению, сравнить себя с прошлым пару минут назад хотя бы, да, я прочитал какую-то совершенно великолепную статью о о чем-то и саморазвился и мой нарцисс доволен, здоровый нарцисс, мое здоровое эго довольна тем, что я чувствую сейчас себя по-другому, более уверенно, у меня появилась информация, я эту информацию могу преобразовать в действие, я действую, получаю результат, результат меня устраивает, слава мне, это же я сделал, так вот этот нарцисс имеет право на жизнь в любом человеке. И здесь мы поставим точку нашей сегодняшней встречи, я думаю, мы еще будем встречаться и обсуждать нарциссов с разных сторон, эта тема очень многогранна, Антон, спасибо еще раз, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, Анжела, за приглашение и до новых встреч. Всем хорошего дня и здорового нарцисса внутри себя. Редактор субтитров Корректор А.Егорова